Сегодня мы находимся на объекте муниципального водоканала города Новочебоксарска. Здесь представлена одна из уникальных наших последних разработок. Это совместное использование энергии не только на горячее водоснабжение, но и на отопление. Установка новая, буквально только что запущена в действие. Заказчик уже пользуется порядка двух недель. Пока только положительные отзывы. Водоканалы находятся вдалеке от всех теплотрасс. Горячее водоснабжение здесь не было предусмотрено, поэтому горячую воду до сих пор получали с помощью электрических ТЭНов. Но тарифы постоянно растут, а вместе с ними растут и коммунальные расходы. Нижегородские специалисты предложили энергосберегающий проект и установили на крыше систему солнечных коллекторов. Нам была просчитана ситуация с нашим оборудованием. При точке окупаемости порядка 5-6 лет. По проектным данным у нас было запланировано порядка 5 кубов горячей воды в день, но на самом деле мы сейчас вырабатываем более 9 кубов горячей воды. Поэтому, в принципе, наши ожидания даже оправдались очень. Коллекторы расположены так, чтобы в любую погоду, в любое время года они максимально забирали солнечную энергию, в том числе и инфракрасные излучения от нагретой поверхности крыши. Заявленное КПД данных коллекторов 90-92%. Это официально доказанная паспортеризация, прошедшая у нас в Германии. Захваченная у солнца энергия поступает внутрь здания, в котельную, где находятся баки с водой. С помощью медных теплообменников вода в баках нагревается до необходимой температуры и распределяется по зданию. Между тем, солнце продолжает светить, а коллекторы вырабатывают энергию. Излишки этой энергии можно на время сохранить, чтобы затем снова их использовать. В качестве такой энергетической копилки здесь выступает парафиновый бак. Чем же он хорош? Данный теплоаккумулятор оправдает емкостью по тепловой энергии больше, чем подобный же аккумулятор, сделанный из воды. При этом у него уникальные свойства, еще у парафина, в отличие от воды, то, что он отдает энергию очень медленно. Поэтому он и выбран именно как безопасный, и в то же время как энергоэффективный. Энергия, накопленная за день в парафиновом баке, позволяет получать горячую воду круглосуточно. Даже если вся горячая вода израсходована, и баки с водой остыли, парафин начинает отдавать тепло, как второе солнце. Если у нас бак нагрелся, очень сильно парафиновый, нам достаточно его, то излишек энергии, которая все равно остается, если мы его не израсходовали, направляется в сауну. И сауна таким образом нагревается. Кстати, излишки энергии направляются не только на нагрев сауны, но и на отопление. Основная задача данной системы – это, конечно, горячее водоснабжение. Отопить дом целиком с помощью этой системы очень проблематично на нашей географической широте. Но если мы выработаем горячую воду, и нам излишка энергии не нужен, то мы всегда можем его направить на отопление. И значительно сократить расходы на традиционную систему отопления. Кстати, энергоэффективность всей системы заключается не только в нагреве, но и в бережном потреблении воды. В душевых установлены инфракрасные смесители, которые включаются только при появлении человека, и сами выключаются, как только человек покинул душевую кабину. И, наконец, работу многочисленного оборудования отслеживает автоматическая система управления и контроля. Блоки-контроллеры сами переводят систему из одного режима работы в другой, своевременно включают циркуляционные насосы, а при необходимости, когда совсем нет энергии, включают электрические тэны для подогрева воды. И все это без участия человека. Система уникальна тем, что мы применяем несколько контроллеров режима управления. Мы применяем систему передачи данных, которая непосредственно завязана у нас на интернет. Мы в режиме реального времени можем получать данные графики по выработке воды, по выработке энергии, сколько мы тратим, сколько мы употребляем. Также есть графики, которые показывают, сколько предприятий каждый день экономить после внедрения системы установки солнечных коллекторов. То есть система, скажем так, с любой точки, они могут посмотреть, хоть уехать за границу, они могут видеть, какой ситуация происходит на объекте. Так и в частном доме можно делать тоже легко. Одним словом, здесь все на службе у человека. Солнечная установка работает для нашего комфорта и разумного расходования энергии, а значит, избережения денежных средств.